Отец, мы приходим перед Твоим троном и молимся о мудрости и понимании. Мы молимся о том, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы принимали Слово от Тебя, чтобы мы были светом этому миру и чтобы мы были распространителями Твоего Царства. Господь, когда мы открываем Твое Слово сегодня, позволь нам видеть глазами мудрости и понимания, чтобы Твое Слово проникало в самые глубины наших сердец, чтобы это меняло нас, чтобы это меняло нас в Твой имидж, который Ты имеешь для нас. И чтобы это все готовило нас к той задаче, которую Ты хочешь, чтобы мы выполнили. Во имя Ишуа. Аминь. 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 Этим утром мы должны с Вами рассмотреть дар пророчества. И также мы с Вами в течение сегодняшнего дня рассмотрим сами пророчества и пророков и как это работает вместе. Итак, если мы будем размышлять категориями даров, то пророчество будет возглавлять дары, которые являются вдохновляющими. Другое определение пророчества. Пророчество не просто предсказывает будущее. Библейское пророчество — это Слово Живущего Господа, данное для наставления, увещевания и комфорта людей Божьих, которое обнаруживает секретные побуждения наших сердец. Определение очень важно. Вы должны запомнить его. Пророчество не просто предсказание будущих событий. Пророчество библейское — это Слово Живущего Бога. Оно дано для наставления, увещевания и комфорта верующих людей. Но также оно приносит свет в секретные мотивы сердца, побуждения сердца. Мы должны с вами понимать о том, что пророчество не идет одним каким-то узким путем. У пророчества есть разные аспекты. Но в итоге мы будем снаряжены и подготовлены к тому, что Бог хочет, чтобы мы совершили через пророчество. Значение пророка И в Ефесянам 4 глава 11 стих Павел упоминает после апостолов Павел упоминает о пятигранном служении, которое должно быть в церкви. Ефесянам 4.11 И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Эти пять служений очень важны в церкви. И на сегодняшний день очень сложно найти церковь, в которой хорошо бы функционировали все эти пять служений, даров. И по этой причине многие церкви не двигаются так, как были бы призваны двигаться. И именно поэтому церковь не функционирует во всей своей силе и власти, которая есть, в принципе, у нее. И я также очень удивлен, что перестали учить об этом, и они перестали говорить об этом. Я очень сильно уверен и верю в то, что когда вы начинаете строить церковь, эти пять служений, ну, крайне необходимы для строительства церкви. если вы хотите, чтобы церковь была здоровой, все эти служения абсолютно должны присутствовать в вашей церкви. Этого недостаточно, что мы видим, что эти дары действуют во всемирной церкви. Мы должны видеть их реальную работу в нашей конкретной поместной церкви. Почему я это говорю? Я говорю это, потому что они должны делать это по причине того, что написано в Ефесянам 4 главе 12 стихе. К совершению святых на дело служения для создания тела Христова. У вас есть пять полноценных служений, и мы сравниваем с рукой. Апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пастыря. Бог создал нашу руку. Если вы потеряете палец один на вашей руке, у вас начнутся проблемы. Если вы потеряете большой палец, вы с трудом будете брать вещи. Поэтому вам нужен большой палец. Представьте, если вашего большого пальца нет. Как бы вы взяли такую большую Библию? Вот так, и вам бы пришлось тренироваться, и это было бы сложно. Вы могли бы научиться, но это сложно. Таким же образом, если мы теряем хотя бы одно из этих служений в церкви, оно перестает функционировать так, как Бог призывает функционировать. И апостолы и пророки одно из важных служений в конкретной поместной церкви. Мы помним, да, о том, что у меня нет возможности сейчас глубоко разбирать эти вещи. Но если вы потеряете хотя бы одно из этих пятигранных служений в вашей поместной церкви, и особенно вот эта важность, большой палец, как апостольское служение, но в контексте поместной церкви я бы сказал, что пророчество гораздо более важнее, указательный палец. Потому что пророчество приносит откровение, видение и действие. Пророчество приносит откровение, видение и действие. Эти три вещи, которые приносит пророчество, крайне важны в поместной церкви. Эти вещи затронуты Павлом в Коринфином 12 главе 28 стихе и Эфесянам 2 главе 20 стихе. Эти вещи настолько важны, так что Павел считает, что пророческое служение должно быть крайне важным и имеет огромное значение для поместной церкви. И это крайне важно для нас, чтобы мы понимали, что это есть и как это должно функционировать. Но позвольте меня сначала повести вас к значению слова «пророк». Сначала мы посмотрим веврит. В веврите это набай или навей. И корень этого слова означает «пузырьки поднимаются», «как фонтан». Другая иллюстрация, которую вы можете использовать, чтобы понять и иметь идею, что это на самом деле есть. Одну из этих иллюстраций я не могу использовать везде, где я езжу, потому что у многих проблемы с алкоголем. Но одна из лучших иллюстраций, чтобы вы поняли, что есть означение слова «пророк», это бутылка шампанского. Если у вас есть бутылка шампанского и ее хорошо встряхнете, то пробка просто вылетит. Я верю, искренне верю, что если вы имеете пророчество внутри, вы можете стать просто как бутылка шампанского. Бог поместил это в вас, и нет другого пути, как излить это через вас. Это также провозглашать. Провозглашение — это другое слово, которое вы можете использовать, чтобы описать слово «пророчество». Это слово, которое, в принципе, в основном используется для объяснения слова «пророк», «пророчество». Но есть другое слово, которое использовалось во времена Самуила. это слово «ноэй». И это слово переводится в английском как «провидец». Это означает, что это тот, кто видит что-то. «кто-то, кто видит видение, у которого есть виденье». Мы можем найти это в первом царстве, первое царство, 9 глава, 9 стих. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, пойдем к прозорливцу или провидцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем или провидцем. И это употребляется семь раз в царствах. Есть другое слово, которое переводится тоже как «провидец». во втором царств, 24 главе, 11 стихе. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господу к Гаду, пророку, прозорливцу Давида, провидцу. Идея в том, что пророк — это тот, кто находится под таким влиянием Духа Святого, что пузырьки просто начинают бурлить в нем. и что это больше не может удерживаться и просто изливается. И также вторая, как бы, часть, грань слова «пророк», пророчество — это тот, кто видит, у которого есть видение. в церкви, пророк — это тот, кто может дать стратегию, куда двигаться церкви, направление, куда двигаться церкви. Если у вас нет пророка, тогда в вашей церкви нет хорошей стратегии «Хорошее видение». Первая «Паралипоминон», 29 глава, 29 стих. 29 глава, 29 стих. Да? Давайте посмотрим, если я могу 1 Chronicles 29-29. Субтитры создавал DimaTorzok Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Если вы посмотрите в еврейском языке, вы увидите все три использованных слова, означающих пророка. Говорят о Самуиле, провидце, слово Роэй, Нафан, пророк, Наби или Набей, и Гад, прозорливец, Хо-Зех. В Иисуса Навина, 13 главе, 22 стихе. Тринадцатая глава, 22 стих. Также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сына Израилевы мечом в числе убитых ими. В некоторых переводах его переводят в Аллаама как пророка или провидца. Это так, как перевели в Библиях, но это не совсем точно. В английской версии там используется другое слово. Это слово означает, как кто-то, кто использует как магию, такое божественное что-то, чтобы видеть или знать будущее. Иврейское слово, которое здесь в оригинале используется, это Козем. Это слово используется для лжепророков, и оно переводится как более божественное, то есть ищущие магические вещи для того, чтобы видеть будущее. И в иврите это слово используется только для лжепророков. Пророк провозглашает послание, которое было дано ему. Провидец передает видение, полученное от Господа. Это разницу, которую вы можете видеть в Писании среди разных пророков. В числах двенадцатой главе И сказал, слушайте слова мои. «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Числа двенадцать шесть. В седьмом-восьмом стихе написано так. «Но не так с рабом моим, Моисеем, он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно о невгаданиях, и образ Господа он видит». Здесь мы видим, что Бог делает разницу, различия между разными предназначениями пророческих слов и использования разных пророков. Чему мы можем научиться из этого отрывка? Здесь написано, «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении или во снах». Но есть уровень пророчества, пророков, где Бог говорит лично с пророком. И в данном контексте говорится о Моисее. Также мы можем научиться из этого отрывка, что Бог говорит через загадки. Здесь написано, что «я говорю уста к устам с Моисеем, явно, не в загадках». Иногда Бог может дать вам послание, которое вы должны разгадать. Чтобы слава Божья раскрыла смысл. И чтобы слава Божья сделала это явным и явила это. Если мы верим Писанию, мы знаем, что мы царственное священство, святой народ. И бывает, что мы видим, что мы видим, и иногда Бог говорит с нами путем, которым мы должны разгадать, увидеть. И расшифровать, что Бог хотел сказать нам. Но есть возможность выйти на такой высокий уровень, что Бог будет говорить с вами лицом к лицу. Иногда людям снятся сны или видения. И обычно эти сны и видения включают в себя символы. И мы должны с вами расшифровать, что являют собой эти символы, представляют. Чтобы мы могли расшифровать в сумме послания и поступить так, как Бог хочет, чтобы мы поступили. И вы можете подумать о том, что есть высшая форма. Но на самом деле это низшая форма. Бог может говорить с вами очень четким и ясным путем. Мы это изучим чуть-чуть позже. И посмотрим некоторые примеры. Пророк, глашатый Господа. Он говорит от Божьего имени и с Его властью. Давайте задумаемся об этом на минутку. Он говорит от имени Господа и с Его позволения, с Его власти. Должны ли мы с вами относиться достаточно трепетно и серьезно к пророчествам и пророкам? Что я имею в виду? Я вижу так много упущений в пророчествах. Когда высвобождается Слово или над кем-то молятся. Но если вы осознаете, если вам было дано Слово и если вы пророчествуете над кем-то, вы должны это делать во имя Отца и с Его и под Его властью. Если вы это делаете со своих личных побуждений или двигаетесь только по своим чувствованиям, тогда вы дискредитируете пророческое служение. Вы просто дискредитируете то, что Бог хочет делать. Понимаете ли вы это? Если вы хотите функционировать как пророк, вы должны понимать, что вы не можете говорить наполовину от Бога, а вы должны говорить только от Бога и под Его властью. Это очень серьезное дело. Это не то, что можно сделать поверхностно. Также я хочу вас очень ободрить подключиться к пророческому служению. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это не игра. Это не просто вещь обыденная, которую вы можете просто сделать. Бог хочет говорить вам и через вас для других. Он хочет это делать. Но это не то, что можно делать наивно, несерьезно и поверхностно. обе стороны очень важны. Хотеть этого, хотеть этого, искать этого, хотеть желать этого, быть использованным Богом этим путем. Но это не просто делание, между прочим, то, что Бог говорит вам. В Деяниях в Исходе, Исход 7 глава, 1 стих. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Мы в этом месте Писания видим, что Бог помещает Моисея в крайне интересную позицию. Он будет представлять Бога, фараону. Это очень интересный путь и представление. Но это не та цель, которой мы сейчас будем заниматься. Но Аарон будет тебе пророком. Бог будет говорить Моисею. Моисей будет говорить Аарону. И Аарон будет говорить от лица кого? Моисея. 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 Нет, это Моисея. Моисея. Он будет говорить от лица Моисея фараону, потому что... Потому что Моисей представляет Бога, фараону. Может, это немножко смущает вас, но это тот путь, по которому это работает. Если вы прочитаете в Писании, то написано, я поставлю тебя Богом, фараону. В этом случае Бог делает что-то. Что, может быть, нам сложно понять. Но Он говорит здесь ясно Бог, что Аарон будет пророком, и Он будет говорить слова фараону. В данном случае пророк — это уста, через которые Господь говорит человеку. В Еремии 1 глава 9 стих Еремия 1 глава 9 стих И простер Господь руку свою и коснулся уст моих и сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста Твои. Исайя 51 глава 16 стих И я вложу слова мои в уста Твои и тенью руки моей покрою Тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону «Ты мой народ». Опять же, я не имею много времени, чтобы войти в глубже по тексту, потому что здесь сокрыты очень интересные моменты. Но ключевой момент, который я хочу, чтобы вы взяли из этого местописания, о том, что Господь говорит, «Я ложил Свои слова в Твои уста». Когда мы имеем дело с пророками и пророчеством, мы обязаны использовать слова, которые лично Бог дает в наши уста. Пожалуйста, пожалуйста, будьте очень внимательны в этом моменте. Это очень легко попасть здесь в ловушку. И в момент такой страстный, в момент, когда вы наполнены, вы можете сказать больше, чем вы должны сказать. Вы слышите меня? Да? вы должны говорить только те слова, которые дает вам Господь, не более и не менее. Когда вы служите кому-то, скажем, это может быть в мере, это такой страстный момент, когда вы чувствуете себя наполненным, и вы хотите излить больше, чем Бог вам говорит. И вы можете, это большая ловушка, большое искушение, начать говорить больше, чем Бог вам сказал. В этот момент вы должны понять, что вы должны говорить только те слова, которые Бог вам открыл. Если Бог вам не дал никаких объяснений и пояснений, не добавляйте от себя. Потому что Он дает специальные слова, которые Он чувствует и знает, что это время и момент дать. Мы должны с вами понимать, что то, что говорит пророк, Он говорит, не от человека, а от Господа. Второе Петра, первая глава. 20-21 стих. Второе Петра 1, 20-21. Первое, понимайте это. Никакая проповедия в Субботе не может быть интерпретена с человеком на своем собственном. Потому что никогда не была проповедия в результате человеческого желания. На самом деле, люди, которые двигались от Руаха Худеш, знали прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это ключевой текст. Когда мы говорим о пророках и пророчествах, во-первых, поймите вот что. Ни одного пророчества в Писании не было истолковано само по себе. Здесь говорится о Танахе, о Писании, которое было написано уже на тот момент. Но судя по контексту, в котором мы читаем это, но это тот путь, который мы должны с вами научиться и также следовать, когда мы в любом случае работаем с пророками или пророчествами. Когда Бог не дает объяснений, уточнений, пояснений для пророчества, которого Он высвободил, не добавлять от себя.